11 декабря государственный секретарь США Майкл Помпео своим решением официально вывел Узбекистан из списка стран, вызывающих особую обеспокоенность, CPC, в связи с нарушениями религиозных свобод. Об этом 12 декабря 2018 года сообщил портал газета УЗ. Данное решение стало вполне ожидаемым, ведь Узбекистан переживает исторический этап кардинальных реформ и преобразований, затрагивающих все аспекты жизни, говорится в сообщении посольства Узбекистана в Вашингтоне, распространенном МИДом. Однако ежегодный отчет HRW, опубликованный 17.01.2019, указывает на совсем обратное состояние дел. Приход Шавката Мерзиёева, занимавшего при Каримове пост премьер-министра, пока не привел к сколько-нибудь реальным улучшениям вопиющей ситуации с правами человека. За решеткой по политическим мотивированным обвинениям остаются тысячи людей. Пытки являются системной проблемой уголовного судопроизводства. Гражданские активисты, оппозиционеры и журналисты по-прежнему подвергаются жестокому прессингу. Власти преследуют практикующих верующих, чья религиозная практика выходит за установленные государством жесткие рамки. Власти до сих пор отказываются обеспечивать правосудие по андижанским событиям 2005 года, когда правительственными силами были убиты сотни демонстрантов, говорится в докладе. Также в своем докладе от 20.11.2018 такие организации, как Международная амнистия, Civil Rights Defenders, Международное партнерство за право человека, IPHR, Human Rights Watch и Норвежский хельсинский комитет выступили с требованием к узбекским властям прекратить преследование правозащитников. В последний месяц наблюдается усиление слежки со стороны органов госбезопасности и внутренних дел за правозащитниками, в том числе за недавно освобожденными из мест заключения, где они отбывали длительные сроки. Имеют место также запугивания в отношении тех, кто не скрывает своего намерения продолжать деятельность, говорится в докладе. Таким образом, мы видим, что ситуация в Узбекистане в целом остается неизменной, не считая нескольких отдельно взятых популистских шагов, предпринятых новым режимом в целях достижения народного доверия и любви для укрепления своей власти. Что же касается решения Государственного департамента США, то эксперты считают данный шаг теплым приглашением со стороны американцев в адрес Мерзияева для более тесного сотрудничества, что стало особенно актуально на фоне происходящего в данный момент сближения Узбекистана с Россией. До сегодняшнего развития отношений, то хотел бы отметить, что Узбекистан наш надежный союзник и статистический партнер.